Последний день мая – это не только предвкушение лета, но и повод напомнить людям о вреде некоторых привычек, которые укоренились в нашем обществе. 31 мая отмечается Всемирный день без табака, зависимость от которого приводит к самым тяжелейшим последствиям. Заведующий Артёмовской городской поликлиникой Андрей Болок рассказал Артёмовцам о том, чем опасно табакокурение. Если коротко по статистике пройтись, то скажу следующие цифры. На сегодняшний день каждая десятая женщина у нас в России курящая. 60% мужчин, или каждый второй, скажем так, мужчина – это злостный курильщик. Из них 70% работает способного населения, то есть это трудоспособный возраст. Среди школьников 12,5% курящие, причем возраст достигает, то есть начинают они курить с 10 или с 8 лет. И, скажем так, по России каждый десятый человек умирает от заболевания, спровоцированного курением. В течение одного дня, каждый день, так скажем. Вот, это вся статистика. Что хочу сказать. На сегодняшний день люди, которые курят, они знают, что курить – это вредно. Но каждый человек считает, что вот он захотел, он курит, не захотел, он бросит курить. Конечно, это ошибочное мнение, и, конечно, с этими лицами нужно работать серьезно. Почему я говорю серьезно? Потому что чем больше идет возраст, ну, так, срок табакокурения, тем меньше вероятность, что он вообще бросит курить. У табакокурения есть такая особенность привыкания не только к никотину, но и так называемая физиологическая привычка. То есть, когда человек, ну, грубо скажем так, человек начинает работать – надо перекурить. Человек пошел отдыхать – надо перекурить. Человек сел в машину – надо перекурить. То есть, получается так, что у него это идет как бы на физиологической потребности. На сегодняшний день в Свердловской области медицинские работники присоединились к Всероссийскому обществу здравоохранения, который с 2005 года просил ввести санкции, такие как повышение цены акцизы, запрет продажи несовершеннолетним, убрать рекламу с табакокурением, но на сегодняшний день это в России пока не очень сильно работает. То есть, урловские медики предложили, чтобы усилить спортивную программу, мероприятия спортивные, но при условии, что это спортивное направление будет доступно всем. То есть, не то, что строительство спортивных клубов, элитных или еще каких-то, куда не каждый человек может попасть, а именно дворовые площадки и все остальное. Это у нас начинает притворяться и в Артемовском районе. А по табакокурению еще что хочу сказать. Чтобы у человека был выбор, то есть, или заниматься табакокурением, или все-таки спортом, у него должна быть такая возможность. На сегодняшний день табакокурение, скажем, один из бичей, который сравнивается как с алкогольной зависимостью, так и с наркоманией. Рассказать о том, какого заболевания вызываются табакокурением, я не вижу смысла, все об нем знают. То есть, это заболевания легких, это раковые заболевания, сахарный диабет тот же самый, заболевания сердечно-сосудистой системы, у женщины это идут невынашивания, у мужчины это идет рак предстательной железы под снижение потенции. Профилактика, она у нас делится на два, скажем так, направления. Первое, это борьба с никотиной зависимостью, это вы все знаете, это пластыри, жевательные резинки различные, там, спайсы те же самые, да. И второе, это именно борьба, где работают психоаналитики и психологи, это борьба с привычкой, то есть, когда человек подсознательно тянется к сигарете. В комплексе надо с человеком работать обязательно индивидуально, потому что даже когда человек пытается бросить курить, имея при своем состоянии какие-то хронические заболевания, они могут спровоцироваться, это раз. А во-вторых, он должен знать, что он в любом случае проходит три стадии. Первая стадия, это когда у него начинается, появляется так называемая агрессия, дискомфорт, когда он себя чувствует неуютно, его все раздражает, его раздражают даже лица, которые рядом курят, или кто-то вообще запах табака. Затем у него начинается полная депрессия, когда они уходят в себя, когда они стараются себя сдержать, почему в этих случаях они говорят, что их тянет к табаку, некоторые там, как говорят, уши пухнут, ну, то есть различные вариации для того, чтобы снова подтянуться к сигарете. Затем через 3-4 недели у него появляется, когда организм уже начинается очищать от никотина, организм начинает восстановлять органы, то есть называемый строительный вариант, когда требуется много белка, много углеводов, человек начинает много кушать, прибавляет в весе. Через где-то недели тоже 3-4 у него это все приходит в норму. Ну, вот эти этапы он все проходит. Говорить о том, что если человек выдержал все это и снова, и больше не вернется к сигарете, нельзя, почему? Потому что у каждого человека при какой-то любой ситуации, стрессовом или еще что-то, всегда есть тяга к тому, что наиболее было, ну, наиболее простой вариант. В заключение напомним, что для того, чтобы бросить курить, необходимо проконсультироваться со специалистом. А лучшей профилактикой является попросту не начинать курить, выбрав приоритетом здоровый образ жизни.